Музыка Мне просто это нужно было просто для самообороны, может так вот. То мне не получается саму себя замотивировать. Я почти ничего не делал, я пробежал, занял в четвертое место, и вот это меня подняло очень сильно мотивацию. Ну он никогда не видит, его наоборот нужно останавливать. Пытаюсь научиться контролировать эмоции, свои чувства. Она вообще очень жесткая. На юношеском возрасте даже 7-20 напрыгать, это сейчас не каждый у нас может в Белоруссии. У меня все медали запоминающиеся, я люблю вот, когда меня награждают, особенно на первое место. А я не надо было мотивировать, она сама хотела. Когда соревнования, когда соревнования. Не хочу в школу, хочу на соревнования. Я никогда не была возле океана, и это, наверное, самая моя большая мечта. У меня пока на данный момент это спорт, на первом месте. Сегодня герои нашей программы легкоатлеты. Он спринтер, она прыгает в длину. В этот раз мы познакомим вас с Юрием Заболотным и Полиной Злотниковой. Поехали! Сейчас в легкоатлетическом манеже «Динамо» многолюдно. Здесь проходят детские летние спортивные лагеря. Вместе с начинающими спортсменами тренируются и герои нашей программы. Сегодня у них одна тренировка. Далее по расписанию Полина едет на учебу и практику. У Юрия начинается отдых. Один из наших главных героев, Юрий Заболотный, начал заниматься легкой атлетикой не сразу. Сначала он пришел в секцию вольной борьбы. Со временем спортсмен понял, что борьба – это не его. Мне просто это нужно было для самообороны. Потому что у нас в школе довольно буйные ребята были. Я хотел за себя научиться постоять хотя бы. Чтобы именно глобально, как спорт, я не видел перспектив себя там. В легкую атлетику наш герой попал довольно банально. В школу пришел тренер и пригласил заниматься. Юра не обратил на это внимания. Но учитель физкультуры порекомендовал просто поговорить с тренером. Я поговорил после занятий уроков с ним. И он предложил мне прийти просто на пробную секцию. Просто попробовать, что я могу. И, вы знаете, я когда пришел, у меня уже там много показателей. Уже было намного выше, чем у ребят, которые уже давно занимаются легкой атлетикой. Юра оказался очень прыгучим и быстрым. Они решили попробовать заниматься легкой профессионально. На первых же соревнованиях спортсмен попал в призы. Когда наш герой стал выигрывать на международных соревнованиях, родители попросили его определиться с выбором. Станет ли спорт профессией. И Юра определился. Он стал профессиональным спортсменом. Однако в один момент он принял решение уйти. Когда я чувствовал, что я на пике формы, и это продолжалось не один год у меня, я чувствовал, что я могу поставить очень хороший результат. Но у меня всегда каждый сезон происходила травма прямо на первых соревнованиях. Хотя я по ощущениям результат могу очень хороший установить для себя. У меня почему-то так происходило. Я думаю, может из-за того, что я все-таки где-то неправильно какую-то работу делал уже ближе к подготовительным соревнованиям. То есть у меня мышцы уже уставали, и я уже выходил, мне казалось, на пике форме. Но, как видите, не удерживали мышцы и получал травмы. И в тот момент у меня начались застои где-то на 5 лет. А на 5 лет это очень большой срок, мне кажется. То есть за это время мотивация очень сильно начинает падать. И ты вот каждый год выступаешь. Если не получается, ты для себя ставишь вот такую вот планку. То, что вот если у меня сейчас не получится, все, я ухожу со спорта, я ухожу. Ну, спорт тоже такая штука, от нее тяжело отделаться. И даже если ты хочешь уйти, ты все равно потом смотришь, как другие тренируются, а ты уже как бы ничего не делаешь. И все равно невозможно вот так вот просто уйти. Как раз в это время в жизни нашего героя и появился бег. Правда, тогда он был второстепенным и играл роль поддерживающего. Тогда главное было правильно бегать. Такое состояние, когда ты все, уже тебе терять нечего. Ты уже, в принципе, готов уйти со спорта. И вот в этот момент ты ловишь настолько свободное ощущение. То есть тебя уже никто не держит, ничто тебе не нужно. Я даже в тот момент уже из-за национальной команды тогда меня уже сняли. Я уже, можно сказать, был спортсмен-любитель. Ну и в тот момент, как-то так получилось, ну я отдохнул даже хорошо. Ну тренировки, отдых, отдых очень важная вещь. Я почти ничего не делал, я пробежал, занял в четвертое место. И вот это меня подняло очень сильно мотивацию. Кстати, Юра, когда смотрел на тренировавшихся спринтеров, частенько думал, что было бы, если бы он тренировался так же. Сейчас Юра тренируется у Леонида Сафронникова в Минске. В столице и конкуренция больше, и материальная база лучше. В Гомеле в межсезонье он работает с Александром Леоновым. Именно под его руководством Юрий когда-то начинал спортивную карьеру. Он только полтора-два года занимается спринтом. И здесь, как говорится, не хочу говорить, но думаю, что у него хорошее будущее. Потому что он еще не раскрылся, только совершенствуется как спринтер. Ну, очень большие резервы, потому что срок малый, специализация в этом виде. Я характеризую его как один из редких спортсменов, имеющий, как говорится, набор самых лучших качеств, как человека. Прежде всего, скромность, интеллигентность, честность. Ну, это все предполагает, что он очень трудолюбивый и очень мотивированный. И сейчас, когда пошел рост результатов, он еще более, как говорится, на крыльях летает. Старается сделать максимально возможное для своего прогресса. Работа с Сафронниковым сразу начала давать результаты. На первых же зимних соревнованиях Юрий стал третьим. На тот момент ему казалось, что он пробежал с невероятным результатом. А еще именно тогда он понял, что бег – это его. Этой зимой у меня получилось выиграть Кубок Белоруссии. В принципе, тот результат уже позволял мне даже отбираться на чемпионат Европы. Ну, как оказалось, уже поздновато было, уже в списке были поданы. Ну, я уже, знаете, уже конец сезона, просто пробежался. Ну, и так получилось, что я поставил там мой личный результат. И для себя подсознательно понимал, что, ну, если так дальше работать, можно очень сильные результаты ставить и выходить на действительно международный уровень. Перед соревнованиями Юра старается не думать о победе, потому что именно в такие моменты он начинает делать массу ошибок. Как считает сам спортсмен, недопустимо, когда человек бежит и начинает выжимать все, что у него есть. Тогда он закрепощается, ну, нарушается биомеханика движения, и очень велик риск получить травму. И в то же самое время он просто теряет скорость уже на середине дистанции. Поэтому в спринте самое главное не думать о победе, а думать, как сделать так, как ты это делал на тренировке. Либо просто отключить мысли, пытаясь научиться контролировать эмоции, свои чувства. Потому что если постоянно думать о победе, то, ну, скорее всего, ты ее не достигнешь. Спортсмен регулярно смотрит интервью американских и ямайских спринтеров. Многие из них давали советы, что нужно представлять, когда стоишь на пьедестале или пересекаешь финишную черту. Тогда страх уходит, однако наш герой считает иначе. Никогда не нужно думать, что выиграешь, потому что это отвлекает, отмечает Юра. Кстати, кумир спортсмена вовсе не знаменитый Усейн Болт, на которого равняются многие. Мне не особо нравится техника Болта. Да, когда он встал рекорд, он показал фантастическую технику бега. Но все же я присматриваюсь к другим спортсменам, которые все-таки имеют не такое преимущество, как у Сэн Болт. У Сэн Болт, его преимущество, прежде всего, это ширина шага. И все. Ну, и рост, само собой. В плане техники бега я все-таки равняюсь больше на Сафа Павла. Мне очень нравится, как именно его распущенный бег настолько свободно бежит, что я думаю, если бы я так научился бегать, я думаю, я мог бы выйти на очень сильный уровень. В то время как у Юры тренировка подходит к концу, работа у нашей героини в самом разгаре. Полина Злотникова сегодня не только спортсменка, но и исполняющая роль тренера. Эти обязанности она обычно разделяет с подругой по команде, Аней Проскушиной. Она очень отзывчивый человек, всегда поможет. По команде она дружит со всеми. Я, например, стараюсь всегда держаться за ней, потому что она мне всегда помогает. Конечно, иногда бывают конфликты в команде, там разногласия, потому что мы два старших и всегда заменяем тренера и всегда спорим с ней. Но так она очень хорошая, добрая, всегда поможет всем. Даст подсказки младшим детям, как прыгать, как приземляться. Требовательная она очень. То есть, если я еще более-менее такая снисходительная, то она вообще очень жесткая. Но при этом все равно они ее любят, дружат, все с ней видят и слушают ее всегда. Разминка завершилась. Теперь пришло время основной части тренировки. Полина Злотникова дает установку более молодым спортсменам и рассказывает план работы на сегодня. Отсюда бежать и отсюда толкаться. Ну просто этого вам много будет. Вам чуть-чуть надо потолкаться, растолкаться. Полине, как и Юре, скорость давалась хорошо. Правда, у нее все было наоборот. Спортсменка изначально бегала спринт. 60 метров, 100, 200. И потом Елена Николаевна говорит, а давай попробуем прыгать. То есть, это же то же самое, просто разбежаться и прыгнуть то же самое. Мы попробовали, у меня хорошо получалось. И я начала и бегать, и прыгать. То есть, у меня было два вида. Я в основном бегала 60 метров, а потом прыгала в длину. Сейчас Полина немного травмирована, поэтому беговая работа легкая. После основной части упражнений спортсменка идет в тренажерный зал. Работа в тренажерке очень важна для прыгуна. Для прыжков нужна сила и мышцы. А на далекие прыжки нужно и вовсе быть прокачанным. Достаточно. Постоянно работать спортсменку мотивируют родные и друзья. Их поддержка ее и подталкивает к достижению результатов. Как-то у меня не получается саму себя замотивировать. То есть, я не знаю, чтобы я не пробовала, это как-то не очень. У меня наоборот как-то, если я в себе не уверена, у меня это дает как-то больше сил, что я как бы должна показать обратное. А я не надо было мотивировать, она сама хотела. Когда соревнования, когда соревнования. Не хочу в школу, хочу на соревнования. Ой, я очень сильно расстраиваюсь, если я проигрываю. Для меня это очень тяжело. Но я справляюсь, меня поддерживают все друзья, родители. Родители говорят, что не переживай, у тебя все еще будет. Все впереди. Как бы плохой опыт тоже опыт. Вот, если я там на соревнованиях где-то проигрываю, на международных. И они стараются чем-то меня подбодрить. То есть, приезжай, мы тебе тортик купим. На проигрышах спортсменка пытается не концентрироваться. Она думает о будущих победах. Я должна побеждать. Я хочу побеждать. Я не люблю проигрывать. Тренер обычно говорит мне то, что я могу, я готова. Я выложила все силы. И я тут самая лучшая и должна побеждать. Перед стартом по Рину посещает только одна мысль. Бежать уже некуда. У меня всегда страх есть. То есть, от него никуда не деться. Даже это хорошо, что есть страх. И если я уже тут, я должна показать хороший результат. В отличие от Манежа, в училище Олимпийского резерва коридоры пустуют. У большинства студентов каникулы. Но не у нашей героини. Полине предстоит закрыть летнюю практику и сдать госэкзамены. После она будет готовиться к поступлению в Белорусский государственный университет физической культуры. Пришло время учебы. В училище Полину все встречают с улыбками. Неудивительно. Здесь у нее за время учебы появились любимые учителя и любимые дисциплины. А она стала у педагогов любимицей. Мои любимые преподаватели. Камовская Анна Петровна, Яна Леонидовна и Ольга Васильевна. Потому что они ко мне хорошо относятся. Всегда поддерживают. Поступать спортсменка планирует в БГУ ФК. Она выбрала именно этот вуз, потому что там есть возможность совмещать учебу с тренировками. Я хочу тренироваться, а если я пойду куда-то в другое, то у меня будет мало времени и совмещать это не очень удобно. В свободное время Полина любит читать книги, рисовать и смотреть сериалы. Предпочитает из художественной литературы она романы и фэнтези. Сериалы любит все. А что касается рисования, то ей нравится срисовывать портреты, пейзажи из животных. Любит и раскрашивать свои работы. Пока Полина заканчивает свои дела в училище, Юрий уже дома. Живет он в Гомеле с родителями. На малой родине бывает не так часто, как хотелось бы. Большую часть времени проводит в Минске, где и тренируется. Вот этот зверек мне достался, когда я ездил в юношеском возрасте, еще в Утрихт, в Голландию. Тогда это был самый первый мой серьезный старт. И тогда я понял, что это такое соревнование на международном уровне. В этой комнате Юрий хранит и награды. Совсем недавно его медальную копилку пополнили две бронзы, которые он завоевал на Республиканской универсиаде. К слову, на этом же турнире он установил и личный рекорд на 200-метровке. Для меня пока что самое значимое является вот эта медали. Сейчас все достать надо. Тут немного запутались. Это я ездил в том году в Латвию, в город Огри. Это, можно сказать, самый удачный мой старт был, поскольку я там установил очень сильные для своего уровня результаты. Пробежал 10,58 секунд. Хотя до этих соревнований я еще из 11 даже особо не убегал. Было довольно тяжело. Ну, тогда я понял, на что я способен. Здесь хранятся не только награды за бег, но и за прыжки в длину. Например, вот эту Юра привез из Донецка в 2013 году. Тогда он выиграл в этой дисциплине, прыгнув 7,05 в юношеском возрасте. В то время будущий спринтер думал, что свою карьеру свяжет именно с прыжками. На юношеском возрасте даже 7,20 напрыгать, это сейчас не каждый у нас может в Белоруссии. У нас с этим результатом можно даже на олимпийские игры юношеские отобраться и достойно выступить, призы попасть. Переход из прыжков в бег для Юра был долгим и сложным процессом. Связано это с тем, что он до последнего хотел выступать в двух дисциплинах легкой атлетики. Мне очень нравилось прыгать. И даже до сих пор вот смотрю, ребята прыгают, и очень хочется, вот даже назовожусь и думаю, все, сейчас дайте мне шиповки длину и пойду прыгать. Но, тем не менее, спринт, как уже показала практика, у меня все-таки лучше идет. В 2017 году Юра длился пятилетний застой результатов, он не хотел дальше прыгать. Проскальзывали мысли даже уйти из спорта. Тогда вместе с тренером они приняли решение и заключили негласный договор. Спортсмен идет бежать спринт, а дальше, если пробежит за 11 секунд, в спорте остается. Нет, значит уходит. У спортсмена все получилось. Прогрессировать спортсмен начал сразу. Сразу этой зимой он только получил звание мастера спорта, но уже сейчас претендует на получение мастера спорта международного класса. Я столько сил вкладываю в тренировки, я вот уже близок к мастеру, и я вот пока не выполнен, не буду завязывать со спортом. У нас у всех вот такое вот, не хочу, как говорится, уходить к МС, хочется все-таки уйти на достойном уровне уже. К слову, здесь хранятся и картины Юры. В свободное время спринтер пишет морские и городские пейзажи и рисует героев из фильмов и компьютерных игр. Бывает, он пишет портреты на заказ. Вот здесь находится рабочее место. Обычно я вот здесь пишу картины. Как вы видите, вот на холсте изображена Венеция, площадь Сан-Марко. У меня в планах вот за лето ее полностью закончить. Поэтому я вот накидал такие наброски. И, в принципе, после сезона буду приступать к работе. Настолько притягательным искусство стало после одного случая. Как-то в юности он поехал с родителями в Крым и проездом попал в Феодосию. Там посетил музей имени Айвазовского и увез домой любовь к живописи. Картины такие огромные, что даже полностью рассмотреть это надо в очень большое время. Там столько деталей изображено на них. И вот в тот момент я чем-то вот начал пытаться учиться у него. Все картины у него примерно имеют один характер. Такой вот, как будто вот после какого-то, вы знаете, апокалипсиса или что-то такое. Вот он любил такие вот бурные картины рисовать. Ну и есть и спокойные, конечно. Но вот очень сильное внимание к деталям уделено. Вот я вот заметил, большинство художников, они просто рисуют, пишут картину. И ее можно увидеть, ну разобрать только в основном издалека. Юра захотел научиться рисовать так же, как Айвазовский. Спортсмен начал учиться самостоятельно. Долго практиковался и у него начало поучаться. Самое главное для Юры – это мотивация. Его подталкивают желание установить новые рекорды. Я вот считаю, что все достижения, которые я начал добиваться, очень большую роль сыграла мотивация. Поскольку без мотивации не было бы конкретного курса на определенные работы. То есть я знал, что если я буду делать ту или иную работу, я знал, что рано или поздно у меня пойдет этот результат вверх. И поэтому мы вдвойне начинали ставить себе цель, что надо именно вот эту работу делать и все. Если я ее не сделаю, то я ничего не добьюсь. И поэтому благодаря мотивации я удерживал очень большие нагрузки тренировочные. Если у Юрия тренировочный день завершен, то у Полины другая ситуация. Сейчас у нее заключительная учебная практика. На стадионе спорткомплекса «Гумсельмаш» проходят летние лагеря. Здесь спортсменка помогает своему первому тренеру Елене Николаевне Пугачевой воспитывать новых чемпионов. В этом зале Полину все знают, обращаются к ней по имени, но с уважением. Она практически ассистент тренера. Сегодня вот, например, помогает организовать эстафету для детей. Я не хочу быть тренером. Ну, если честно, я детей очень люблю, но тренировать их очень сложно. Потому что это надо хорошие нервы. Потому что я понимаю, что они капризничают, они не слушают порой тебя. А я очень такая мягкая, и у меня нет такого, как бы, кричать на них. Я не люблю кричать на детей, то есть, и я больше мягко к ним отношусь. И я считаю, что эта профессия не по мне. Кстати, в спорт Полину уговаривали прийти. В детстве она успела попробовать разные виды спорта, от волейбола до карате. После того, как Елена Николаевна предложила попробовать легкую атлетику, спортсменка сразу не решилась. Оно то уходило, то приходило. И Владимир Семенович приезжал ко мне в школу в 53-ю. И все время говорил, приходи, приходи, а то вот очнешься, и даже не вытянуть тебя будет со стадиона. И он был прав, я прибегала сюда, просто меня нельзя было выгнать, я любила сюда ходить. Здесь было у меня очень много друзей, я была рада приходить сюда поиграть. Ну, большинство любило поиграть. Вот, а потом уже начался, как бы, более-менее, более профессиональный спорт, уже на тренировке. Вот, и пошли соревнования, и меня теперь было не вытащить из соревнований. То есть я хотела соревноваться, мне это нравилось, выигрывать больше всего нравилось. Мы еще познакомились, наверное, Полине было лет 6. Мы вместе с родителями, ну, она с родителями, я с сыном, поехали на море, вместе отдыхали. И вот как-то так, ну, по семье мы познакомились, вот, и я маме говорила, вы приводите, приводите. Вот, в классе третьем мама ее привела. Участвовала на соревнованиях, наверное, с класса пятого, и потихоньку начали эти результаты, и было видно, что девочка способная. Вот, а там уже училище Олимпийского резерва, тренер Ковалев Валерий Иванович уже с шестого класса, она ему приклянулась, вот, и он очень сильно хотел ее к себе забрать. И с восьмого класса мы ее отдали в училище. К слову, самый преданный фанат спортсменки – ее бабушка Валя. Она вместе с Полиной смотрела ее прыжки. Когда спортсменка выиграла, бабушка расплакалась. Она верит, что Полина однажды поедет на Олимпийские игры и покорит весь мир. Сама прыгунья мотивирует себя тем, что должна и хочет прыгать далеко и показывать очень высокие результаты. Снежная рысь – это соревнование зимой, когда я прыгнула 6.33. Вот, я была рада, я была удивлена. Да, вот, и еще матчевая встреча в Минске, которая проходила в том году. Я тоже прыгнула 6.33. Вот, ну, к сожалению, не 6.34, но тоже довольна. У меня все медали запоминающиеся. Я люблю, вот, когда меня награждают, особенно на первое место. Я молодец. То, что я не зря тренируюсь, то, что я выкладываюсь на все силы, и это дает результат. Мечтают оба спортсмена о попадании на Олимпиаду и, конечно же, таком заветном олимпийском золоте. Для них это важно. Я, ну, прежде всего, хочу добиться очень хороших результатов в спорте. Действительно, как и для любого спортсмена, это выиграть Олимпийские игры. Это даже не обсуждается. Вообще, я не знаю, у меня мыслей пока нет, вот, чем бы я занимался после спорта. Да, потому что это достаточно тяжелый вопрос, потому что определиться в будущем, ну, когда ты вот на пике форме, когда ты планируешь пока одно, а когда тебе говорят, что вот чем заниматься, в дальнейшем это сложно сказать. Ну, мне кажется, для каждого спортсмена Олимпийские игры – это очень важно. То есть побывать на таком высоком уровне и представить Беларусь с хорошим результатом – это достойно уважения. Я хочу съездить в Японию. Я очень люблю японскую культуру, и я бы хотела побывать там, посмотреть, как живут люди. Также хотела бы очень побывать возле океана. Я никогда не была возле океана, и это, наверное, самая моя большая мечта. На этом тренировочный день наших героев завершен. Завтра они снова придут в легкоатлетический манеж, чтобы совершенствоваться и стремиться к победе. В ближайших планах у ребят выйти на пик формы и успешно выступить на чемпионатах мира и Европы в своих возрастных группах. Это была программа «Больше, чем спорт». Оставайтесь на «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова